друзья ну что рад приветствовать вас на канале таежные приключения вновь у нас рубрика таежная кухня и сегодня на моей кухне я не один до спасай до 5 с моим будущим охотником съездил я на охоту по медведю приглашаю приглашали меня в архангельскую область и конечно же без добычи я не возвращаюсь добыт медведь это вы увидите чуть позже видео как раз монтирую выйдет на следующей неделе а пока мяско свежее нужно его готовить и конечно же сколько баночек пошел почитай молодец 5 баночек у нас как раз вот такой вот автоклав видели вы его в моей таежной экспедиции небольшой как раз на 5 баночек медведя мясо немного мишка был не очень большой и как раз почитал я что можем сделать мы 5 баночек отличной тушенки ни разу еще тушенку из медведя я не делал и это первый раз мы будем делать такую тушенку кстати видео я посмотрел в интернете на ютюбе тоже много там не нашел да то есть очень мало вот это вот приготовление тушенки в автоклаве именно из мяса медведя друзья уже шесть опять же было ну 5 в общем 2 делать 5 до как только был добыт друзья медведь тут же освежевали его шкуру сняли и само мясо обязательно необходимо отвезти на проверку тут же его повезли проверили мясо чистое поэтому со спокойной душой мы будем его готовить рецепт очень простой я решил что мы будем делать молодец умница сынок не знаю тебя это твоя решил что будем делать молодец 5 снова молодец 2 открывай крышечки да помогай побегут открывали везде крышечки друзья рецепт простой это как и говядина то есть и специи это конечно же соль перец и лавровый лист больше никаких специй ничего другого добавлять не буду классическая тушеночка сынули у меня открывает крышки с баночек баночки у нас помыты чистенькие мясо я нарезал вот такими вот небольшими кусочками и сейчас мы будем открывать крышечки крышечки класть туда вот эти специи наши да сынок давай открывай вот эти еще давай ну-ка я тоже тебе помогу давай вместе ну-ка давай есть все открыли баночки сетка другую сторону крутишь ты чё ты чё ты чё совсем банку держи все клади сюда смотри нужно по три штучки перца положить три горошинки бери три горошинки сколько считай невротика баночку один нужно три давай клади туда же туда же сколько два и еще одну три мало ты не в эту кинул вот я в эту добавлю сюда еще две в каждую баночку по три тут уже три есть тут три есть сюда мы три положили уже сюда одну вот сюда еще две клади еще одну сюда положить садок так одну и туда еще еще сюда три туда клади ты не сюда вот сюда последнюю баночку лаврушки друзья кладу я совсем немножко вот небольшой лист половинку потому что если положить целый лист даже вот такой небольшой очень сильный запах лавра мне не очень нравится поэтому так лаваем по половинке кладем в каждую баночку клади ты какой кладешь покажи какой первый ты первый давай сюда клади просто кидай что я уже оборвал туда клади и это туда же клади я уже попала вот этот сюда кидай кидай молодец вот этот следующий баночок сюда туда который не положить и это сюда сюда и еще половинку листиков другую последнюю баночку ходить сюда последний молодец друзья ну что это мы откладываем сторону в принципе нам это не нужно берем мяско да пошел берем и соль подожди я возьму открою вот так вот соль возьму ложечку маленькую и будем можешь пол баночки уже мяско докладывать будем делать чем бери прям ручка потом помоем и кидай в баночку давай и папа тебе помогу смотрю так от мяско шлепшим мяско с жилками ничего страшного в тушенке все станет мягко так готовить это мясо не очень потому что но все-таки жилистая так половинку закидали пол ложечки соли все по положу следующую ты кидай мяско дальше давай еще кидай мяско кидай кидай вот так мы с пашкой мяско кидаем давай сынок так 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 давай молодец потом месте ручки помоем вот так утрамбуем его а давай еще вот молодец вот у меня повар прямо настоящий давай но до плотного до плотного дома давай еще кусочек воде все соль положишь молодец берем так вот половинку давай все умница сюда хватит нас и крышечка закрывается отставляем стороночку теперь в эту баночку мяско кидаем давайте быстрее 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 кто первый ты первый давай так соли папа кидай дальше так 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 молодец опачки-попачки помогу тебе сюда мяско кидаем тут у нас на четыре банки мяско то получилось паш похоже ладно четыре так 4 как раз будет четыре баночки тоже ничего хорошо поджи соли такие но давай все это запихнем до конца ты последний клади кусочек четыре баночки у нас хорошо но четыре все ладно четыре баночки получилось подсолили крышка бери закрывается на сторонку давай закрывай вот так молодец дай папа проверю ну все четыре баночки у нас готовы а это ладно тра не надо берем сын узнаешь что берем автоклав он на 5 баночек ну мы сделаем 4 так здесь еще должно быть я найду тарелочка такая специальная подожди пока банки не клади сын 0 на дно обязательно на дно идет вот такая вот нержавеющий нержавейки прокладочка кладем потихонечку баночки опускаем четыре штучки дай помогу кидай папе давай готова а слушать у нас 4 влазит они 55 бы не влезло до 4 банки получается по 0 5 сюда влазит так друзья заложили банки и обязательно наиваем литр воды мы готовим на пару автоклавируем поэтому нам не нужно полностью заполнять водой добавляем просто литр воды здесь 500 миллилитров наливаем прям вот так вот туда и давай еще сейчас литр ой 500 миллилитров налью и еще на любой так и еще 500 миллилитров помогать сынуй а тетки кто снял крутую оба налили теперь что закручивать подбыш помогать закручивать давай крути вот эту это крути одевай кепку и крути не снимай кепку тоже крутой парень охотник докрутил молодец вот эту крути затягиваем и поезд крест-накрест вот так эти затянули потом получать за затянул там нет давай вот это помогу дай дали затянули потом вот эти затянули помогу так затянули теперь ставим индукционную плиту включаем на полную мощность и ждем когда будет набираться температура как только наберется температура около 100 градусов должен закрыться клапан сбросный и начнет повышаться давление температура тоже начнет повышаться то есть где-то до 120 градусов она повысится убавим плиту ждем 40 минут давление примерно должно быть одно и то же когда мы убавим температуру мощность и температура должна быть одна и та же 40 минут ждем все включаем ждем охлаждение не будем доставать тушеночку а сейчас ставим на плитку и погнали папе денешь вот такая индукционная плита на ней уже давно одевай побольше сделала этого два 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 патта так ну что оставляю сторонку это вот такая индукционная в принципе я покупал там же у ханки где и вот этот фэнсо лайк автоплав который мне очень понравилось тебе сидеть микрофон там тебе ввиду давай маме пойдешь давай сейчас погоди я все сделаю или включим плитку поможем включить плиту ну ладно давай снимай микрофон сынули опору в принципе все дело сделал скажи пока пока всем спать пойдет мой повар к маме давай беги мамули значит так а мы ставим автоклав на плиту вот так вот забыл штуку поставить сейчас мы отсюда высыпем наши специи вот эту трубочку кстати можно обрезать чтобы она была не такая длинная на не такая длинная нужно кладем вот так вот емкость включая плиту на полную мощность и ждем нагрева а здесь у нас уже больше 80 температуры на глазах праздник прошло просто три минуты я чувствую что с таким автоклавным просто моментально будет все готово ну конечно всего 4 банка объем маленький соответственно да какой плохой у меня почему я не говорил таких слов ваш молодец следить за такими словами и соответственно быстрее приготовиться и быстрее все остынет так что я думаю совсем скоро будем пробовать тушенку ну что давление смотрите тоже уже пошло вверх клапан закрылся уже почти 120 градусов я думаю что скоро мы будем уменьшать уже мощность и засекать 40 минут это буквально прошло от момента включения 10 минут обалдеть ну что температура 120 давление за полторы атмосферы уменьшаем мощность я на я думаю что давайте оставим 1000 и последим за тем как ведет себя температура если не растет на одном уровне значит оставляем на 1000 засекаем время сейчас у нас 22 15 соответственно без 5 11 вечера мы все это дело выключаем пожалуй будем выключать мы все это дело время прошло 40 минут чуть чуть дольше подержал сейчас 11 часов и оставляем остывать через не знаю через сколько времени остынет сейчас 11 часов пойду усыплять моего маленького охотника до 60 градусов остынет и можно будет открывать я думаю что это произойдет уже завтра это буду делать сегодня все оставляю ну что друзья вот настало утро моего маленького помощника уже дома конечно нет я отвел его в детский сад и теперь один буду проверять что же у нас получилось конечно можно было сделать это еще вчера но пока усыплял сына сам уснул сейчас все остыло все холодное мы просто откручиваем крышку не боясь уже давление уже давным давно упала ну что поднимаем запах пошел вкусный друзья посмотрите вот такая красота получилась я сейчас возьму сразу тряпочка буду протирать потому что банки все влажные ну и почему еще я всегда протираю потому что ты крышки твистов использую да не закатываются которые и из них постепенно они же не сразу закрыты из них давление начинает сбрасываться и потом только со временем они закрываются и присасываются а за это время когда сюда бывает сок вытекает соответственно банки такие нечистые поэтому лучше так вот их протерять перед тем как доставать баночки ой какая же красота сколько там сока внутри мне кажется это просто какой-то какая-то вкуснотища получилось так вот достанем упа одна банка все-таки друзья лопнула посмотрите но жалко она сразу видно что вся вся вышла внутрь весь сок все мясо но эта банка уже испорчено получилось иногда такое бывает ничего страшного да на самом деле такое бывает банки старые может быть где-то была трещина я не заметил над ней из-за этого лопнула в общем какой урок да друзья лучше все такие банки на самом деле не такие дорогие крышки вот я взял все новые а баночки все-таки помыл старые да мы стараемся тоже использовать нужно чаще тщательно проверять банк чтобы там не было трещин на них вот видимо я пропустил ну ничего страшно три баночки у нас есть одну из них попробуем ну а 2 останется медвежать на все-таки такой деликатес много его не наделаешь а иногда вот так вот открыть попробовать но это самое то в общем всю продукцию охота обязательно нужно использовать и скушать не оставлять до для этого мы и охотимся что скажу хочу еще сказать друзья по вот в этому автоклава фенса light у меня есть большой автоклав но вот так вот если немного мяса как у меня сейчас да то есть мы еще и поделить добычу но вот на эти баночки мне хватало на 4 баночки мясо как раз для чего бы зачем большой автоклав здоровый намного быстрее оперативный вчера мы начали где-то делать без 10 10 вечером сыном видели вы сами быстро скидали по банкам поставили внутрь залили водички запустил я на индукционной плите через 10 минут у меня уже вышел в режим в рабочий режим то есть набралась температура где-то 120 градусов и давление полторы атмосферы я уже убавил мощность и уже пошла работа у меня да то есть ну смысле рабочий режим и к 11 часам я уже выключил плиту все я думаю что там максимум через час уже можно было открывать и доставать нашу продукцию когда нужно быстренько сделать мясо вот такой автоклав самое но он недорого стоит и очень классный на самом деле друзья всем совету рекомендую кто видел видео как мы использовали в лесу этот автоклав на рыбалке прямо на берегу реки готовили здесь и закреплю это видео посмотрите просто нога на бензиновые горелки приготовились шикарные рыбные консервы но сейчас друзья до новых встреч на канале таежные приключения кто хочет увидеть как был добыт данный мишка подписывайтесь на канал через неделю воскресенье выйдет видео с этой шикарной охоты до новых встреч всем пока субтитры подогнал «Симон»